Здарова! Сегодняшний ролик про мою политическую позицию и что я вообще думаю о войне. Да, ребята, вы мне очень много пишите в комментариях, я не знаю почему вы это пишите на самом деле, но бывают такие комментарии, что мне все нравится, все отлично, классный канал, но пожалуйста не говори о политике, хотя я об этом вроде бы ни разу не говорил, но наверное те сравнения между Россией и Америкой создают такое мнение, что я как бы нагоняю на Россию. Но в то же время есть запрос у некоторых людей в комментариях, мол вырази свою политическую позицию, вырази свое отношение к войне и все такое. Очень странно конечно такой вопрос задавать человеку, который уехал в Америку и просит политического убежища, но тем не менее в комментах под прошлыми роликами я часто встречал такой вопрос, типа что ты думаешь по поводу войны, как ты относишься вообще к российской власти и все такое, вот об этом сегодня я расскажу как раз. Да, сейчас я приехал в аптеку, блин, все пальцы себе порезал, смотрите, вот один из фокусирующих, короче не видно, порезал себе все пальцы и поэтому мне надо купить себе пластырь, ну заодно цены покажу. Что хочется сказать, очень странно, как я уже говорил, очень странно спрашивать о политической позиции человека, который приехал в Америку, уехал из России и просит здесь политическую убежищу, да, это очень странно, но тем не менее, если людям непонятно, ну и вообще я давно уже на эту тему хотел бы ролики записывать, но как бы не приходилось, да, еще до этого времени не приходилось. Вот сейчас время настало и мне, я уже предрекаю некоторые комментарии, да, мне хочется сказать, что люди, которые будут писать, что вот ты там таксист, и ни хрена не разбираешься, ни в чем, и все такое, знаете, человек любой профессии, любой профессии абсолютно вообще, хоть он там уборщик, таксист, бармен, экономист, менеджер какой-нибудь или депутат, да, тем более уж, должны, должны, еще раз повторяю, должны, прямо это обязанность каждого гражданина разбираться в политике, интересоваться политикой и заниматься политикой. У меня астма с детства, и так случилось, что у меня много всяких аллергий, и какие таблетки я покупаю здесь, это вот это, так, а вот кларитин, вот такие 60 штук за 43 доллара, конечно, дохера, в России я себе брал-то вигил за 200 рублей, 10 штучек, по сути, 200 на 1200 было бы, да, если бы там было 60 штучек. А здесь получается 43 доллара на 8, нормально так, 3500, грубо говоря. Вот такие вот ценники здесь, а у нас я себе брал-то, что-то из этого, уже не помню, что, честно говоря. А, X, Лера, по-моему, за 15. Тут я заметил, на многих из этих коробочках написано, использовать не более трех дней, а то может привести к заложенностям носа еще хуже. Так, найти бы пластырь сейчас. Заниматься политикой это не значит, что нужно баллотироваться в депутаты, баллотироваться там в президенты, да, и прям этим заниматься вот в том, в том смысле, в котором это все понимают. Нет. Этим должны все интересоваться, все заниматься у себя, вот там, где они живут, на том месте, где они живут, они должны заниматься политикой. Политика это же не игры какие-то там подковерные, игры всяких элит и все такое. Политика это то, что вот нас окружает. Это вот природа, грубо говоря. Политика это вот все, что вокруг. Все, что вокруг, это политика. И есть такая одна известная уже пословица, если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой. И вот на самом деле уже несколько лет политика интересуется, российская политика интересуется гражданами России, Но почему-то этого никто не замечает. Уже последний год, скоро будет полтора, как политика прям напрямую влезла в жизнь россиян. Последний год-полтора политика убивает россиян. И как бы это цинично ни звучало, на самом деле, помимо того, что Путин убивает украинцев, он убивает еще и своих сторонников в основном. Понимаете? Ну, я сейчас говорю о тех людях, кто пошли на войну, тех людях, кого мобилизовали. Да, вы можете сказать, мобилизованные не поддерживают Путина, не поддерживают войну. В основной части тех людей, кого мобилизовали, если они не хотели идти, они не пошли. Если они были против войны, прям яро против войны, они постарались избежать этой войны. Кто-то уехал, у кого была возможность, кто-то просто спрятался, кто-то просто в военкомат не пошел, потому что можно было так сделать и просто не идти военкомат. Да, были случаи, когда ловили людей на улицу, но я говорю, что в основном люди, которые не хотели идти воевать, они не воюют. Поэтому, да, это очень цинично звучит, наверное, но Путин помимо украинцев убивает своих сторонников, людей, которые его поддерживают, которые были всегда за него и которые были за войну. Вот, они умирают в основном. Мне вообще нисколько не жалко российских военных, вообще нисколько не жалко. У меня было несколько друзей военных. Было, потому что некоторые из них уже мертвые, с некоторыми просто уже давно не общаемся, поэтому, говорю, было, как бы, и мне их даже не жалко, потому что они сами этот путь выбирали. И, наверное, я не знаю, наверное, там, ну, на тот момент, когда мы с ними дружили, были реально адекватные ребята, но в основном они, знаете, они уходили воевать, приходили в отпуска и опять уезжали воевать, когда у них была возможность не воевать, поэтому мне их вообще, ну, не жалко никого. Жалко, на самом деле, тех, кто не хотел воевать, кого туда насильно отправили, жалко, ну, украинцев, ну, как тут может быть не жалко украинцев? Им просто, ну, ни за что поубивали десятки, сотни тысяч людей. Не знаю, какая тут может быть вообще позиция, я вообще не понимаю, что тут можно говорить. Война, это здесь война, и Россия в этом виновата, и Россия очень много зверства натворила на территории Украины. И на территории России наши политики натворили очень много плохих дел. Ну вот, с российскими ценами можете сравнить памперсы, чтобы понимать примерно. Ну, и здесь, по-моему, дороговато дороже, чем в России стоит все. Но это и неудивительно, тут зарплаты больше. Как бы вот эти таблетки, которые я покупал, это видео в России за 1200. И здесь кларитин, который мне также помогает за 3500 рублей, грубо говоря. В три раза дороже, но зарплата здесь, извините меня, тоже не 40 тысяч рублей. А вот щетки. Можете сравнить тоже с щеточки. Вот. Не дешево, не дешево. Ну, в принципе, 4 доллара, получается 320 рублей за трещотки. Ну, дороговато, конечно, наверное, по сравнению с российскими ценами, но для Америки норм. Ну, вот пасты. Это все в аптеке продается, в обычной. Здесь не только лекарства, даже вон очки можно купить. Я чищу зубы вот таким сенсодином. У меня десна что-то херовничает, поэтому приходится брать. Она не дешево стоит, 9 долларов. На шампоне тут можно обанкротиться. Мне нужен Head & Shoulders. Тоже не дешево в удовольствие за 12,5 доллара рубля. В рублях это получается 1000 рублей, да, грубо говоря? Вот такие здесь удобные кассы. Работало. Не везде это работает. 4,99 за пластырь. Жесть. 5 долларов. Малюсенький пластырь. Сейчас я вам покажу. Вот такой. 15 штук там. Ну, типа это гидро... Что-то. Короче, от воды защищает. Вода не попадет. Поэтому спасибо себе с... Дорого, ну что поделать. Ну, к сожалению, многие... Наверное, многие. Раньше я был убежден, что все-таки многие все-все понимают. И есть какая-то там кучка маленькая 15-20% человек, которые вообще ничего не понимают, которые голосуют, ну типа прям очень сильно за войну. Ну и сейчас, мне кажется, что все-таки, не знаю, ну много людей поддерживают войну. И это очень печально на самом деле смотреть на то, что с народом твоей страны происходит. Я все прекрасно понимаю, почему это происходит. Хоть я и таксист, ребята, но я понимаю это. Если уж, блядь, таксист какой-то понимает, что происходит, то, наверное, человек, который чего-то добился в жизни, который считает себя человеком, который чего-то в жизни добился, тоже должен понимать. Но на самом деле у меня есть знакомые, которые очень многого в жизни добились. Я их всегда в пример всем приводил, ну своим родителям, родителям своей жены, всегда везде их в пример приводил. Как таких прям классных, крутых людей, которые движутся к своим целям, достигают цели и живут очень хорошо. Вот. Но мне казались эти люди всегда очень умными и очень здравыми, но, к сожалению, они поддержали войну и, мало того, они там собирают всякие, короче, собирают деньги там на отправку нашим военным всякой помощи. Вот. Ну, об этом на самом деле нелегко говорить, потому что ты как-то в людях разочаровываешься и в очень многих людях разочаровался на самом деле. Я очень много по американским деревням езжу и, знаете, хочу вам рассказать вкратце два таких больших отличия, чем вообще Америка от России отличается. Вот видите, здесь вот такой вот домик. Ну, в принципе, это домик такой, знаете, небогатый, ну, можно сказать, бедный. И есть совсем бедные люди, которые живут вот в таких вот вагончиках. Это дома на колесах. Сейчас чуть дальше проедем, там есть уже совсем другие дома. Извините, зашел, а это у меня машина скрипит старенькая. Смотрите, да, тоже такие себе домики. Вон там уже, вон там же нормальные дома, неплохие. И вот первое такое очень большое отличие, что в Америке, так же, как и в России, есть очень бедные люди, которые живут в вагончиках, в домах на колесах. Есть очень богатые люди, они живут в таких больших роскошных домах. Есть вот такие вот средний класс. Реально, это средний класс, американский. И средний класс еще, наверное, здесь на подклассы разделяется. Но это самое, наверное, главное отличие. Вот там тоже домик какой-нибудь неплохой тоже, средний класс. Самое большое отличие Америки от России, то, что в Америке есть реальный средний класс. Есть люди бедные, да, как в России, есть средний класс, которого в России, к сожалению, очень мало. В России, мне кажется, процентов 5 средний класс. Но вот Америка именно на таких вот людях, на среднем классе держится вся экономика. Это очень и очень такое существенное отличие от России. Вы можете спросить, что я подразумеваю под средним классом. А под средним классом я подразумеваю то, что человек имеет нормальный дом, да, либо квартиру, смотря где живет, конечно. Имеет возможность путешествовать. Типа не так, что копить себе несколько лет на отдых на море, а реально там каждый год, раз, два раза в год сможет слетать на море, путешествовать, съездить на машине и все такое. Ну и средний класс это тот человек, у кого есть какие-то сбережения на несколько месяцев. То есть в России таких людей на самом деле очень мало. Можете писать, конечно, что вы там ездите по заграницам каждый год и все дела, но таких людей на самом деле очень мало. Если вы ездите, это не значит, что все ездят. У нас даже по статистике, по официальной, там 30% человек всего лишь имеет загранпаспорт. 30%. Представляете, это получается из 150 миллионной страны 50 миллионов человек имеет загранпаспорт. Из них не все выезжали за границу. Вообще далеко не все. Ладно, хоть есть загранник. И многие из тех, кто выезжали, выезжали только в такие страны, как Турция, Египет и ближайшие страны СНГ. Хотя туда вроде можно без загранника, но не везде тоже. А так, чтобы слетать в Европу, чтобы слетать в Азию, чтобы слетать в Америку, это вообще далеко, далеко не каждый человек себе может позволить. И поэтому я говорю, что процентов 5, наверное, у нас есть реального среднего класса, который имеет хорошие дома, хорошие квартиры, хорошие машины и имеет возможность откладывать деньги и еще и путешествовать. Здесь, в Америке, наверное, это, ну, по моим ощущениям, я типа статистику не проводил, но мне кажется, процентов в 50, прям средний, такой стабильный, сильный, средний класс. Вот это вот, например, точно не средний класс. И вот это вот. Даже в дороге, смотрите, какие я вообще офигел, когда увидел дороги такие в Америке. Это хуже, чем в Кировской области. Смотрите, вот в таких местах люди живут, и это уже считается очень бедные люди. Ну, типа у них доход, наверное, на семью меньше, не знаю, меньше до 33 долларов в год. Вот так вот бывает. Не все так хорошо тоже, не у всех есть и бедные люди совсем. Я в прошлом ролике говорил, что я застрял, и то, что у людей тут огромные территории. Это я в Техасе. Вот у этого территория маленькая, да, видите? Хотя вон там, по-моему, заборчик открывается, и это его большая территория вся сзади. Вот это все. Вот эти вот огромные, блин, поля. Несаженные. Это все частные территории. Вот видите, смотрите, вот за этим забором огромная территория. И вон там дом вдали стоит. Просто огромные. Здесь у каждого второго, наверное, такая большая территория. Миддл-класс. Средничок. Я не знаю, зачем он такие поля, если они ничего не садят. Но мне кажется, прикольно. Я вообще тоже хотел такое большое место. Сделал бы там себе футбольное поле. С детьми бы играл. А вон, видите, коровки. Тут, да, кстати, у многих производство фермы своей здесь. Именно в Техасе. Очень много ферм частных. Я спрашивал у местного жителя, я говорю, ну, спрашивал, это вообще государственные поля или это все частные? Он говорит, все частные. Здесь нет государственных полей вообще. Ну, типа, вот на их, как сказать так, в их местности, короче, нет государственных полей, все частное. А вот это уже стоянка для домов на колесах. Тут люди не живут, это просто оставляют, короче, свои дома на хранение. Потому что не везде можно их возле дома ставить. Есть специальные такие места. Люди приезжают, ставят. Я бы себе такой домик тоже купил. Ну, прикольно по Америке поездить на таком, посмотреть. Стоит он тысяч пятьдесят. В принципе, ну, кредит такая нормальная, подъемная сумма. Ну, знаете, как получилось? С людьми, которыми мы близко общаемся, общались, никто из них не поддерживает войну. Вообще, ну, никто не поддерживает. Есть люди, которые сомневаются, ну, типа, они не понимают просто, что происходит, они не в контексте, наверное, неправильно будут сказать, они все-таки там живут в контексте, да. Но они, ну, просто они не разбираются. Они не за и не против, они как бы, ну, блин, война-война. Но в основном 99% людей, с которыми мы общались, слава богу, так получилось, что все против войны, и всем это нахер не надо, и все говорят, что это полный бред вообще. Ну, все-таки есть знакомые, с которыми мы не особо близко общались, но вот знакомые, которые, в которых я реально разочаровался, и я был о них другого мнения. Ну, знаете, как война поделила реально на черный и белый мир. Вот есть идиоты, извините, да, идиоты, которые поддерживают войну, есть адекватные, добрые люди, которые не поддерживают войну. Ну, тут нет такого, что, блядь, как этот Соболев, как Николай Соболев. Все неоднозначно. Вы понимаете, что тут может быть неоднозначно, если твоя страна нападает на другую страну, которая вообще ничего тебе не сделала и никогда не нападала на нас, да? Ничего нам вообще не угрожало, как бы. Короче говоря, блин, тут можно много о политике говорить, просто был запрос на то, чтобы я выразил мнение по поводу этого. Вот, ну, к войне, как еще можно к войне относиться? Конечно, это ужасно и очень-очень плохо. Второе, ребят, чем отличается Америка от Штатов? Америка от Штатов, блядь. Второе, ребят, чем отличается Америка от России? Очень сильно так это тем, что здесь очень много бизнеса. Реально, очень много малого бизнеса, который, ну, как я считаю, я не суперпрофессионал там в экономике, но мне кажется, это и делает экономику США такой сильной, ну, самой сильной в мире. Вот, очень много малого бизнеса, очень много и сетевых магазинчиков, сетевых кафешек, но и также очень много локального бизнеса местного. Именно вот я вот сейчас нахожусь в Техасе, в городе Кентон, и здесь есть несколько кафешек местных. Тут 4000 человек населения, я уже в каком-то видео говорил. Вот, но для такого маленького города здесь реально много всяких магазинов, много магазинчиков, много кафешек местных. Местных именно, не считая того, что сетевые здесь еще есть. Даже, например, вот с теми же электронными сигаретами, которые я парю до сих пор, здесь магазинов, наверное, 6, если я не ошибаюсь, которые продают электронные сигареты. Чтобы сравнить было с чем, я, например, сам из маленького города, население 17 или 18 тысяч человек в Татарстане. У нас один магазин был на весь город, и это он открылся в прошлом году, по-моему. Можно с чем угодно сравнивать, окей, вы там сейчас скажете, с чем ты сравниваешь, зачем это надо. Да, да, курить вредно нельзя, не надо. Кстати, кто не знал на таких знаках, все останавливаются со всех сторон. И едет тот, кто первый остановился. Это на будущее, если вдруг будете в Америке. Ну, с чем угодно сравнить, у нас там один ресторан на весь город. Такой. Ну, куда можно сходить с семьей. Если, в общем, считать, там пару заведений на весь город. А здесь просто, ну, штук 20, наверное, таких забегаловок и ресторанчиков. А еще очень много производств всяких. Постоянно проезжаешь, ну, я же езжу по деревням, в основном у меня работа, и вижу очень много производств. Помимо того, что здесь очень сильно развито сельское хозяйство, то есть каждый, каждое поле, да, принадлежит какому-то частному человеку. Я вот у людей спрашивал, у местных. Они говорят, это все наше, это не государственное. То есть это все принадлежит людям. Именно частная территория. Они на ней выращивают что-нибудь, продают, заводят скот и все такое. Так что бизнес здесь реально очень сильно развит. И здесь такая, тут такой очень сильный дух предпринимательства. Реальный. Здесь люди не как у нас в России, например. Опять же, это сравнение, ну, блин, приходится, я же из России, и мне нужно с чем-то сравнивать. Был бы я из Грузии, я бы сравнивал с Грузией, ребята, так что не принимайте на свой счет. В России у нас как к предпринимателям относятся? Ну, типа, знаете, такое отношение, как будто бы это какой-то вор, обманщик, кидала, ну, типа, он наживается на людях, все дела. Здесь же это... К этому стремятся многие, короче говоря, в Америке, быть предпринимателем. И предпринимательство, это не значит, что ты обманываешь кого-то или еще что-то делаешь. Ты... Ты создаешь предприниматель, это тот, кто что-то создает. Даже перепродавая что-то, ты все равно создаешь, ты создаешь рынок, как бы... Ты закупаешь товар из Китая, привозишь, продаешь, например, да? Самый простой способ. И это же неплохо. Это человек для вас везет товар. Да, он на этом зарабатывает. Ну, извините меня, что он должен этим бесплатно заниматься? Вот. Поэтому... В Америке, короче, к этому отлично относятся и не презирают, как многие это делают у нас. И не гнушаться, короче, этим и заниматься, потому что ничего такого в этом нет. Предпринимательство, это класс. Это здорово. Я только за предпринимателей. И вот это, наверное, второе. На самом деле, отличия очень много Америки от России, да? Но это такие два, наверное, фундаментальных отличия. То, что есть средний класс, реальный средний класс в Америке, он заметен. И то, что есть... То, что очень сильно развивает бизнес. Вот. Два таких больших прям отличия от России, которые, наверное, и делают Россию и Америку такими разными странами. Это, как я сказал, предпринимательство и средний класс. Что касается вообще политики. Ну, естественно, тоже. Я вообще уехал до мобилизации. Если мне иногда пишут, ну, я читаю же комментарии, иногда пишут люди, что ты там убежал от мобилизации. Блять, даже если бы я убежал от мобилизации, это вообще не зазорно. Наоборот, ребята, кто убежал от мобилизации, молодцы, они не хотят убивать людей. Представляете? Вот как это плохо, оказывается, не хотеть убивать людей. Да, я вообще ехал до мобилизации, и, ну, я как бы это предрекал, да, хоть я и таксист не разбираюсь еще, ну, можете у моей жены спросить, типа, я об этом говорю, что, скорее всего, сейчас всех на войну погонят и страну закроют. Ну, страну не закрыли пока, надеюсь, и не закроют, но на войну всех погнали. Ну, что о политике можно сказать? Я всегда был, нет, нет, вру, я не всегда был против Путина, я, ну, когда-то я вообще тоже не разбирался в политике, когда-то я был за Путина, ну, знаете, это было в школьные времена, когда ты вообще не шаришь, смотришь, там, по телеку говорят, что ты хорошая про президента, вау, класс, Путин, молодец, вот так это было. А потом, потом, когда я начал уже смотреть YouTube, когда я начал разбираться, я вообще охренел, как до этой жизни страна докатилась, как такого человека вообще, ну, люди привели туда, к власти. И люди же элементарных вещей не понимают, что власть – это народ, власть – это не один человек, который всеми управляет и который говорит вот так вот, вот так вот, вот так вот. власть – это люди, а президент – это слуга, который должен выполнять поручения людей. Это как на заводе. У нас почему-то тоже на заводе культура такая, что главный – это вот дядька, которого, типа, все должны бояться. Нет, он должен всеми руководить. Президент и гендиректор завода, и гендиректор завода должен руководить. И все. Он не должен делать так, чтобы все люди его боялись, и он не должен страну под себя забирать. Он должен руководить. если он не справляется, люди должны сказать, человек, ты не справляешься, уходи. А, к сожалению, у нас, ну, это пропаганда, наверное, сделала. Хотя, я не знаю, может быть, Советский Союз, в том, что вообще у нас происходит. Хотя, если историю России полностью посмотреть, у нас все время какой-то там пиздец. Постоянный. Так что, ну, не знаю. Через это вообще многие страны проходили, все страны проходили. Не было такого, что страна такая сразу. Мы – демократия. Нет, такого не было. Через это многие страны проходили, многие народы проходили, но, к сожалению, Россия почему-то застряла в 20-19 веке. И, ну, народ застрял. И почему-то так происходит. Не знаю. И хочется сказать, вот сейчас, пока я про политику вам говорил, у меня мысль в голове появилась. Еще третье такое очень большое отличие на Америке от России – это люди. Хоть мы очень похожи, на самом деле мы очень похожи с американцами, потому что, ну, вот, наше поколение выросло на мультиках, на фильмах, на комиксах американских, на книжках, мы более такие, знаете, с американским менталитетом. И я, поэтому, у меня есть какая-то надежда на то, что у людей моего поколения, у следующего поколения, да, которые тоже росли на американских фильмах, мультфильмах, что-то получится изменить в России, но я уже не особо уверен. Раньше я был прям уверен, но сейчас не особо уверен. Вот. Очень сильно отличаются люди, американцы, вот, даже от нашего поколения, хотя мы росли, да, на этом все. Но очень сильно отличаются тем, что они внутри политики, люди, простые люди, они внутри этого всего, они обсуждают все, все, что происходит. Они реально голосуют, они реально знают свои права многие люди. Ну, у меня складывается такое ощущение, они здесь, короче, думают. Не просто думают о том, как там выжить и как себе на хлеб заработать. Думают о стране, думают о людях, думают, короче, обо всем. К сожалению, у нас не так. у нас никто ничего, у нас никто ни о чем не думает, кроме себя. И знаете, есть такая пословица, типа, ну да, не пословица, изречение, типа, начни с себя. Вот, у нас есть такое. Но, начни с себя, это такое, знаете, эгоистичное выражение, и вот у нас люди все с себя начали и на себе закончили. и на себе Продолжение следует...